Всем добрый день, в эфире ПЛНФМ программа «Городозор» и мои ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев. Привет! Сегодня мы поговорим про итоги межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая прошла на прошлой неделе. И немножко затронем тему предстоящей городской комиссии по безопасности дорожного движения. Чтобы немножко пояснить, городская комиссия по безопасности дорожного движения – это как раз та самая комиссия, на которой принимаются все важные решения, связанные с безопасностью на дорогах. То есть все, что там меняется, режим работы светофора, появляются новые пешеходные переходы, новые знаки – все это решается на ней. И вот сейчас как раз с Николаем обсудим итоги межведомственной комиссии. Давайте я сразу добавлю, чтобы ты не вводил в заблуждение наших слушателей и тех, кто нас смотрит в сети интернет. Мы принимаем решение, мы это комиссия не только на дорогах, а вообще на улицах города. Ну, на улицах, согласен, да. На территориях и территориях, которые относятся к общему пользованию, который принадлежит администрации. То есть мы не можем, допустим, принять во дворе поставить леча полицейских, ну, я просто говорю сразу про межвед, немножко сбегать. Таких очень много писем. Надо понимать, что согласно нашего законодательства, те территории, которые размежеваны, отвечают собственники. Мы можем согласовать. Ну, хотите – делайте. То есть мы не против. Но конечные решения должны принимать собственники данной территории. То есть если у тебя под твой многоквартирный дом отвержена земля, то это не на комиссии. То есть мы должны в рамках собрания собственников жилья проводить собрание и в виде этого собрания делать решение. То есть чтобы башцо решало. То есть это возможно только так. Потому что очень много таких замечаний, поставьте нам ИДН в нашем дворе или заблокируйте какой-то знак. Надо понимать, что есть зона ответственности. Понятно. Так, ну что, наверное, приступим, да? Да, вот последняя комиссия, что недавно была на днях, именно в прошлую пятницу, там было рассмотрено по 20 лишних вопросов. Ну, очень много достаточно. Да, много там, много, конечно, и технических таких, ну, по факту они более формальные, но они обязаны быть вынесены. Мы там очень много рассматриваем вопросов, связанных по авариям ГИБД, потому что обязаны докладывать за определенный период между комиссиями. Ну, три месяца, да? Нет, Межвед проходит в среднем где-то там от двух недель до месяца. А Городская примерно раз. У Городской там другой регламент, да, там, по-моему, раз в квартал, да, получается так, в три месяца. А Межвед идет, иногда бывает и каждую неделю. Понятно. Так, ну вот мне очень заинтересовало обращение по поводу установки искусственной неровности на пешеходном переходе через улицу Карла Маркса у дома номер один. Было принято какое-то решение по поводу данного вопроса? Да, ну вот довольно спорно. Но смотри, зачем на Карла Маркса установка ИДН? Пешеходный пешеход там нужен, я не спорю. Если ты правильно помнишь, Карла Маркса номер один, это что у нас? Правильно, общежитие. Бывшего пета-института, да? Ну, там четыре. Там три полосы, три полосы, но они такие широкие, что четыре. Формально там вообще по ГОСТу должен быть светофор, о чем ГИБДС, кстати, и сказала. Типа предусмотреть на возможность его засмотрения. Но мы все же понимаем, что, ну, какой у него смысл, да? Смысл самого светофора, я там тоже начал выступать. Также напомню на том, что каждый водитель, выходя из машины, не практически, ну, я утрирую, конечно, сейчас, ну, такая будет. Не идет он на пешеходный переход. То есть, таких примеров, вагон, где там водитель ставит машину до пешеходного, после пешеходного, неважно, там, светофор, не светофор, он выходит и переходит на дорогу. Но тут же, когда садись в машину, он может, как там, материть, ругать пешеходов, которые идут не на свой сигнал. Ну, за собой не замечают люди. Да, многие водители, это, да, это прям, чтобы сказать, там, таких я могу улиц назвать, там, самый показательный пример, там, улица Советская, да, где там сплошь и рядом, ну, прям парковка и вот этот парадокс. А самое интересное в этом ситуации, парадокс около ЦУМа. Там же стоит же пешеходное ограждение. Я считаю, что должно быть два варианта. Либо быть пешеходное ограждение, и тогда должна запрещена быть парковка, либо пешеходное ограждение быть не должно, потому что формально, что здесь мы пыляемся, вот тоже я многому говорю своим друзьям, кто у меня будет машина, никто этого не замечает. Где ты идешь к машине своей? Там же нету проходов между забором. Ты выходишь и идешь вдоль дороги. Ну, вдоль или ближайшей дырки какой-то в заборе. Да, отверстие, да, мы идем. Но это парадокс, тебе не кажется? То есть мы делаем так, чтобы пешеходы не перебегали, ставим ограждающие направления, перила, простите, направивающие ограждения, чтобы не ходили, но тут же водители выходят и идут вдоль дороги. То есть для чего мы тратим миллион? То есть мы тратим миллион бюджетных денег, которые идут из наших налогов. Но это нецелесообразность. Ну, забор, наверное, обсудим попозже. Я надеюсь, ты идешь не к тому, что там забор будет. Нет, там забор пока, как ты говоришь, не будет, но все-таки не забор. Так, какое решение принято? Пока еще посмотреть, потому что идвен смысла ставить там нет. Там нет такого сильного, постоянного, большого потока. Согласен, возможно, что к выходным он возрастает, в пятницу. Но систематизировать этически в рабочие дни мы просто ухудшим трапсную составляющую. Это, мне кажется, удивительно говорить. Но я-то немножко выставил на стороне автомобилистов. Хотя там вообще можно было сделать небольшую реконструкцию и уменьшить часть проезда, потому что все-таки там вот это огромный проезд, он там фактически никак никогда не используется. И там как бы огромная объездная вообще, можно сказать. Да, это огромная объездная. То есть у тебя идет с улицы Смельцесски и улица Карлмакс. Грубо говоря, там по полторы полосы в каждом направлении. Потом они сливаются там в кусок 300 метров, где там прям огромная. И вся эта улица, особенно начиная там с пятницы, превращается в парковку. Зачем мы делаем? Давайте мы сделаем сразу же нормальный карман на том месте. Заузим проезжую часть перед карманом. И пешеходам будет безопаснее, и машины будут все-таки... Ну, где стоять. Да, а то, получается, они занимают полосу, и ты должен как-то чуть ли не из средней полосы выезжать налево, ну, там, к дому из семьи, чтобы проехать. Ну, вот, возможно, появятся, да, новые парковочные места, заодно и пешеходов обезопасят. Да, но это вопрос еще времени, но пока сейчас решение там не принято. Так, следующий, как раз тоже неподалеку, это было ДТП, когда водитель, двигаясь по Каврам Маркса при повороте, совершил наезд на пешехода, на пожилую женщину. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Чтобы было понятно всем нашим слушателям, ты бы немножко плохо объясняешь, это на новом, на новом светофорном объекте, который один из самых последних, это перекресток улицы Некрасова и улицы Карла Макса. Многие, может быть, видели это видео ДТП, где происходит наезд на пешехода, где пешеход переходит на свою секцию. И, как и самое тесное, что по комментариям в соцсетях они, грубо говоря, разделились. Ну, слушай, я очень даже не согласен в любом случае, потому что я это видео видел, и женщина, она прошла большую часть, и она затылком физически не могла видеть, что там едет сзади, и ее может сбить. Да, но комментаторы в соцсетях уверены, что ты должен убедиться в безопасности маневра и только после этого делать. Немножко там... А водитель должен убедиться. Этим комментаторам. Тогда пешеход должен что, формально стоять, дождать, когда все станут поворачиваться налево? То есть мы ухудшаем. Ну да, не задерживаясь, согласен. Трансную ситуацию мы должны как-то все-таки взаимоуважать. Но там был другой еще момент, который там на видео практически не видно, а вот видно из комиссии, из протокола НТП, там вообще машины же паркуют на Карл Максу, хоть бы столбик стоят, но они тоже мешают. Я думаю, что тут сложились те факторы, когда он поворачивался... Налево там стояла Газель. У нас просто... И он еще не видел, то есть тут много факторов. Ситуация, когда обычно люди поворачивают налево, они не смотрят, где кто-то или нет, им надо побыстрее повернуть. Это вот память о том, что кто-то может тебя въехать, что-то еще, и все стараются быстренько. То, что может отойти, это, ну, в лучшем случае, как-то во вторую очередь подумают. Да, ну, в данном случае пока решения не было, потому что мое решение, ну, предложение пока было отгонено. А какое было предложение? Ну, оно больше техническое. То есть там по факту, по ГОСТу нам нужно поставить белолунные сигналы, такие 720, по-моему, по ГОСТу должны. Но они все понимают, что это носит только документально, он должен быть. Эффективность всего там все уже на комиссии поняли, там, примерно, если не отрицательная. Но ГОСТ требует, причем это обязательно к применению. Я предлагал тогда разрезти все-таки фазы. А чтобы пешеходы шли спокойно и автомобили потом? Ну, это, конечно, сыграет минус в транспортное. Ну, будет ухудшение, то есть у нас будет скапливаться. Так они быстрее, так в две фазы. Карамагса и Никасова, Карамагса и Никасова. То есть она хотя бы ускоряется. А получается третья, будет небольшая задержка. Особенно в час пик это будет немножко трагически. Так, ну, час пик это как раз утренние и более же вечерние часы. Ну, в данном случае я считаю больше вечерние, утренние. Ну, да, согласен. Так, а есть какое-то решение, которое на международной комиссии было принято? Или пока что это только... Нет, там есть. Есть, допустим, одно из было принято решение. На площади, Октябрьской площади, где Центробанк, вдоль самого Центробанка, который идет вот в сторону корпуса ПЕД-института, предлагалось убрать... Там стоит знак 3.27. Остановка Центробанка запущена и с временным промежутком. Нельзя стоять там с вечера до утра. Вот было вынесено предложение устранить данный временный промежуток, чтобы стоять нельзя. Приписывает тем, что есть требования антитеррора. Вот так вот. Да, пока формально решение это пока не принято. И, скорее всего, будет дорабатываться. Потому что мы все понимаем, даже в том числе я, убрать машину можно. Но куда их деть? Ну, формально, да. То есть, а кто там стоит? То есть, сам заявитель, это Центробанк или там теорганизации, это их собственники. Вы можете же провести беседу с ними, просить их не ставить. То есть, там к вам же приезжают ваши же сотрудники. То есть, формально здесь как-то вот тоже немножко продок. То есть, сами против себя. Ну да, это интересно. Ну, и еще, наверное, в завершение поговорим о том, что могут принять на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Так, например, вот может появиться новый пешеходный переход через улицу Киселева на перекрестке с коммунальной. В принципе, это вроде бы вообще... Нет, это было на межведомственное, и сейчас это решение принято на межведомственное. Принято уже. Да, но только при наличии технических возможностей. Там есть небольшие ограничения. Там у нас пешеходный переход формально должен там быть, да? Ну... Говорит, что надо пользоваться там в рамках линии татуара, тоже имеешь право переходить. Ну, там оживленное все-таки. Оживленное, да. Но именно по Киселеву. То есть, там коммунально сворачиваешь направо, вот к Миллионовскому кладбищу. Он должен быть... Ну, то есть, им надо сделать техническое возможности. Там надо кусты подрезать, непонятно куда. Столб еще поставить там. Потому что, получается, там заворот находится в рамках самого пешеходного перехода. Ну, просто если случится ДТП, то вот ситуация, кто будет виноват? Потому что формально пешеходного перехода нет. Формально все он есть. Ну, это как пересечение просто вдоль... Да, но ты не забыть, что водитель, согласно Гражданскому кодексу, статьей, может, сейчас чуть-чуть ошибусь, там он 10.79, где-то вот в районе тех статей. Если вам будет интересно, посмотрите, где-то вот в районе машины. Это у нас средство повышенной опасности. И в любом случае водитель будет являться виновником. Вот так, в любом случае. Понятно. Вот в этом случае 100%. То есть там есть юридические действия, но формально все равно виновником будет он. Понятно. Одно, кстати, самое интересное, что есть у нас въезд, как называется, в финский парк с двух сторон, да, и у нас есть там небольшой конфликт знаков, да. У нас там имеется знак пешеходного зона и движение запрещено. Ну, такое, да. Оно противоречит другому. Движение запрещено, как бы, оно ограничивает определенным видом, могут приехать там те, кто обслуживает, работают, живут. А пешеходная зона запрещает ездить всем. Даже тех, кто обслуживает улицу и убирает. И вот сейчас на комиссию, скорее всего, будет выноситься тот вариант этого решения вопроса, потому что формально пока его нету. То есть даже обслуживать, вывозить мусор и убирать улицу, вот, в финский парк, нельзя машиной. Если оставим мы знак пешеходной зоны. А если оставим знак проезд запрещен, будет такая же история, как на набережной, куда будут все съезжать и надо вызывать ГИБДД, чтобы их выгнали. И здесь будет какая-то золотая середина или все равно придется... Ее тут нет, да. То есть это впереди, и об этом будут думать как раз члены комиссии. Продогресс-вариант. Понятно. Так, мы постепенно заканчиваем. Наверное, вернемся к вам по итогам городской комиссии по безопасности дорожного движения, когда будет принято большинство решений, а их достаточно много, поэтому постепенно все обсудим. Если нам, конечно, хватит времени. С вами были Николай Мельков и Александр Алексеев. Всем пока. Пока. Продолжение следует...